Никого никогда не просят. Боится обременеть. Вначале звоня ей по телефону, спрашивала, как вы себя чувствуете? В ответ слышала. Галина Ивановна согласна своему возрасту. Не задавайте мне этот вопрос. Я боялась трех вещей, которые получила целиком. Старости, тюрьмы и слепоты. Я очень старая, мне почти 90. И это оказалось совершенно великолепным. Великолепно временем жизни. Замечательно. У меня ничего не отнято. Старостью. Я и любить могу. Не видя, не глядя, не дотрагиваясь. Тюрьма оказалась таким даром судьбы, тюрьмы, за которые я бесконечно благодарна. Что-то вот слепоту я тоже получила. И пока не могу понять, что она мне хорошего принесет, что она дает. Но во всяком случае, выносить это я могу, может быть, благодаря тюрьме и лагерю, которые приучили меня распределению ценностей, что важно, что менее важно, что совсем не важно. И потом, ну, если хотите, тому, что называется терпением, смирением и верой. Значит, так надо. Это не всегда легко. В начале 80-х появились молодые люди, интересовавшиеся творчеством Даниила Андреева. И вдруг Алла открыто заговорила о рукописях мужа. Как будто кто-то снял с нее страх. Началась перестройка. Стала читать его стихи, знакомить с его творчеством в Париже, в Лондоне, во Владивостоке, везде, куда приглашали. Читать стихи, она говорит, училась и учится у двух близких друзей, которых считает большими подвижниками культуры. Петр Наумович Фоменко пускает меня на свои спектакли. Я просто учусь. Я прямо с упоением слушаю, к сожалению, не смотрю, а только слушаю. Но кроме того, я стараюсь уловить то, чему я никогда не училась. И она видела все наши спектакли, не видя их, но она их видит ушами, кожей, понянями, всеми органами чувств, даже осязает их. И нам нужно рассказать, что она не видит. Это не парадокс. Она глубоко верный и преданный человек тому, что в жизни для нее стало смыслом. Она не менялась в жизни в смысле символа веры. Он у нее не изменился. он был. И ее трагические времена, и времена заключения, лагерный период жизни вместе с Даниилом. Она говорит о нем светло. Петр Наумович, его даже не надо спрашивать, он верующий человек или нет, потому что по его работе видно. Это не ханжетское, тупое, такое постное, а это вся душа человека, которая принадлежит Богу, и все, что он делает, это Божье. Значит, это дает силы. Что еще это произошло благодаря Евгению Владимировичу Колобову. И светлой памяти Женя Колобов оставил нам радостью с ней встречаться. Я очень много слушаю музыки. Я стараюсь как можно больше бывать в новой опере, когда дирижируют Колобов. Я случайно что-то не спал, в час ночи включил телевизор, вновь какая-то женщина прямо такая блаженная, сошла прямо как с иконы Дионисии, не знаю, Феофана Грека, просто такая блаженная, какая-то святая женщина просто, вне возраста. Мне что-то так захотелось с ней познакомиться. Есть люди, которые пожили потрясающе тяжелую жизнь, как у них судьба у Даниила Андреева. Они вообще случаем избежали смертной казни, расстрела вообще. Действительно, Бог за них заступился. Поражаясь и к свету такому оптимизму непонятному непонятному для меня. Просто непонятно. Я не могу понять, как можно, как бы, прожив такую жизнь, видя, что сейчас происходит, и все равно верить в свет. Страна не будет лучше гораздо раньше, чем через сто лет. Ну, ладно. А я... Я ведь вас убеждать не буду. Не надо. Ну, не будем друг друга. Мы вместе увидим. Эта страна, она еще успокаивает за то, что она сама собой сделала. Поэтому дай Бог ей я здесь помню. Вру к счастью и ничего никакой не поверю. Я смотрю на Лусан на Леон и 88 у меня солисты молодые и они старше ее. Она моложе всех, потому что ей интересно жить. Россия вообще жила благодаря таким юродимам. для меня слово юродиво святое слово. Таким людям, которые одержимы и полны света. Я даже слов не могу найти, что мне дает его музыка. Тут опять-таки вот слова, все слова меньше, чем то, что переживаешь, когда переживаю эмоциирует колыбов. Это вообще полное потрясение. Так я живу и его музыка. Это его разговор с Богом. Значит, это мне дает силы, когда я это слушаю. Эту беседу мы успели снять за месяц до смерти Евгения Колобова. Познакомила нас Алла Александровна. Девенадцать лет мы дружились с ней, я и мой сын Василий. Какое счастье! Алла Александровна оказала большое влияние на нас обоих. Много людей диссидентствующих, много людей обозленных, а есть русская интеллигенция, которая тихо, спокойно делала свое дело. И она тоже говорила всегда, что надо делать свое дело, тихонько, на своем месте. Пообщавшись с ней, через какое-то время у тебя наступал какой-то взлет просто настоящий. Она выводила тебя из всех тупиков. Не от кого другого я не мог такое получить. Это просто человек, который знал то, что мы все не могли еще знать. Я имел общение целой эпохой, я имел общение с человеком, который вот оттуда еще с колокольной Москвы, с дореволюционной Россией к нам пришел. До ареста Алла и Данил любили бродить по улочкам Москвы. Когда осталась одна и ослепла, очень радовалась, если кто-то мог сопровождать ее в прогулках по тем уже местам. Оксан, как будто вообще видит. Я же это все знаю. Каждый выше. Я же в школу бегу. Сколько я узнала от нее про Москву, которую мы каждый год безвозвратно теряем. вот здесь на этом месте стоял дом Добровых. Той самой семьи, где жил и воспитывался Даниил. тут же